Всем привет! Сегодня у нас сладкий мукбанг. Мукбанг с блинчиками, с нутеллой, со сметаной и бананами. Такой это у нас завтрак сегодня. Я напекла утром блинчиков, мы это снимаем. Жанна, молодец. У нас тут сколько? 20 с чем-то блинчиков? Они не такие большие. Мы хотим сегодня сказать вам огромное спасибо, что подписываетесь на нас. Вас на канале у нас скоро будет ровно 2000. До этого рубежа осталось совсем чуть-чуть. Я нутеллу сто лет не ела, если честно. Только ее открыть теперь. Блинчики мы будем кушать с нутеллой. Я, конечно, блинчики люблю больше с сметаной. Сейчас я ее открою. Я уже начну, возьму блинчик. Я промазала их сливочным маслом. Я макну в сметанку. Сейчас я сначала хочу попить кофе. Ммм. Ммм. Фокусно. Вкусные блинчики получились. Тоже берите что-нибудь вкусненькое и кушайте вместе с нами. Наливайте себе чай. Вкусно. Вкуснячно. Видео у нас набрало уже больше 10 тысяч просмотров. 11 тысяч просмотров, по-моему, да? 11 тысяч просмотров. Это, ну, за полтора дня примерно. Все-таки роллы вы любите смотреть больше всего. Блинчики тоже смотрите, поддержите. Я хочу попробовать нутеллу. Я люблю нутеллу после холодильника, когда она очень холодная. Возьмем нутеллу. Вкусно? Попробуй. Я с блинчиком сейчас сразу. Положу вот сюда блинчик. Вот из всех паст шоколадных, которые я пробовала, ореховых, нутелла мне нравится больше всего. Столько я взял себе нутеллы. Я уже второй блинчики. Да уж. Вкусно. Хоть мы сто лет блинчики не ели. Кто-то не пекет. С нутеллой очень вкусные блинчики. Советую вам попробовать. Можете взять небольшую баночку нутелла. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. Первый вопрос от Инны Хованской. А если любишь человека нужно или ему признаваться в этом? Спасибо тебе за вопрос. Ну, это как? Это, наверное, все-таки, мне кажется, написал это. Подросток. Почему? Или как? Ну, как можно не признаться в любви, например, в своих чувствах? Подожди. Но если ты не ее парень, а она любит на расстоянии. Ну, я думаю, что в любом случае нужно написать о своих чувствах. Может, они у вас взаимные. И оба человека боятся сделать первый шаг. И это можно потерять просто человека в своей жизни. Человека, да. Даже если вам откажут, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть об этом. Согласен. И все еще нутелла. Мне кажется, признаваться в своих чувствах очень сложно. Ну, это да. Ну, можно как-нибудь так корректно признаться. Корректно? Ну, сдали. Аккуратненько. Ты подошел в лоб, сказал, что я тебя люблю. Ну, сейчас так все блинчики с тобой за пять минут съедим. Нам под прошлое видео написали, что мы торопимся. Мы уже просто голодны, пока мы готовились к видео. За это вот так быстро едим. Пьем кофе с молоком. Мы обычно всегда мы на завтрак кофе с молоком пьем. В течение дня кофе больше я не пью. Постараюсь пить чай. После кофе как-то неприятно мне. Следующий вопрос от Анжелики. Анжелика Владимирова. Случайно наткнулась на ваш канал и залипла. Очень классно. Спасибо большое. Спасибо. Какие вообще любите фильмы, сериалы? Какую страну город вы бы хотели посетить? Мы вчера начали смотреть сериал. Полицейской сублёжки. Да, мы его не смотрели, но фильмы смотрели, которые выходили в следующем году. Или после? После, наверное. Да. Вчера посмотрели три серии, нам так понравилось. Сегодня продолжим. Лёгкий такой позитивный сериал со смыслом. А так все фильмы, сериалы. Недавно мы ходили на холоп. Но в основном мы фильмы смотрим только в кинотеатре, когда они выходят в прокат. Потому что вот даже те же сериалы очень много времени отнимают. Да. Надо сколько времени посвятить. Ну, перед сном, в принципе, пару серий посмотреть можно. Какую страну город вы бы хотели посетить? Ради. Я уже говорила в прошлом ролике, что я бы хотела побывать в Испании, во Франции. Да. В Америке. В Америке, наверное, больше всего. Я бы хотела зайти в кафе, как вот из фильмов показывают. Того времени. Поняла, о чем я говорю? Угу. Когда там можно заказать, скажем, донатсы, пончики, панкейки. Я панкейки дома ни разу не готовила сама. Обычно только блинчики дрожжевые. А сыбы? Куда бы хотел? Я бы в Швецию, наверное, хотел святать. Угу. Почему-то мне интересно. Ну, а также тоже я бы и в Америку, наверное, посмотреть просто, как люди живут. Ну, и самая, наверное, топовая сторона, мне кажется, это Япония. Они все-таки впереди планеты все идут. Ну, по технологиям, по развитию, я бы хотела еще там побывать тоже. Сколько антолла загребла? Такая антолла вкусная. Очень, я думаю, мы сейчас всю банку с тобой тут оформим. Мы вчера думали маленькую, братья были большую. Крутую маленькую возьмем, потом и съедим. Очень вкусно. Рената Сухова. Привет, мои вопросики. Есть какое-нибудь распространение выпусков, видео? И второй вопрос. Будет ли когда-нибудь прямой эфир? Спасибо за вопрос тебе. Тебе тоже привет. С выпуском видео. Так как мы сейчас с Койсой живем раздельно, у нас ролики... ...определенного графика нет. Да, будут выходить по выходным. Мы стараемся в выходные снять два ролика, выставлять их через пару дней. Ну, и в течение недели Снежана, наверное, будет снимать видео с Сляной. Получается, выходные два ролика и в течение недели один ролик. Три ролика будет. Ну, если бы мы так стараемся придерживать. Не всегда, конечно, получается. Потому что выходные иногда другие планы бывают, когда нет возможности снять. У всех есть свои личные какие-то дела. Костя говорит, мы не съедим блинчики. Еще ничего не осталось. Ну, они что-то залетают прям на ура. Они еще маленькие. Чего бы нам не ешь. Как, наверное, мы ем? А про прямой эфир? Мы, конечно, в будущем хотим выходить из стрима. Да, но для этого, во-первых, нужен компьютер хороший и хороший интернет, чтобы нормально вести трансляцию. Ну, и микрофон, наверное, тоже, да? Ну, и микрофон, и камеру, да. К этому, то есть, еще нужно прийти, подготовиться. С нашим ноутбуком, он не старый, но все-таки ноутбуки, они намного слабее стационарных компьютеров. А так, конечно, хотелось бы пообщаться в реальном времени. Все. Как там говорится, не все сразу. А мы к этому, я думаю, придем. Следующий вопрос от Инзели. И снова привет. Во-первых, блогикер, который мне ответил. Люблю вас. Спасибо большое тебе. Прочитайте мой вопрос в следующем видео. Будет приятно. Итак, вопрос. У вас есть аккаунты в Инстаграм? Аккаунты в Инстаграм у нас в инфобоксе под видео. Если вам интересно, проходите. Нажмите на кнопочку снизу. И посмотрите. Можете подписаться? Да. Аккаунты у нас в подписиане под видео. Куда Нутеллу-то спрятал? Хочу Нутеллу взять, а он себе ее спрятал. Я ее ем-то все, но один потихонечку. Чтоб тебе не досталось. Вот же ады, какой у меня муж. Такой он спалился, блин. Интересно, какой мы уже блинчик по счету едим? Я не знаю. Кто, если бы посчитал, сидит и считает, напишите об этом в комментариях. Мы вас выделим в следующем видео. Отметим. Следующий вопрос от Тани Лайф. Привет, снимите рецепт роллов дома. Мы в будущем планируем создать канал с рецептами, который мы будем выпускать. Но это будет другой канал. Чуть попозже. Вопрос. Как думаете, коронавирус уже вышел за пределы Китая? Потому что я живу в Момске, и у нас одну женщину забрали в больницу с подозрением на коронавирус. И как и в Воронеже, и так же в Воронеже только двух человек. Если честно, я вообще не верю в этот коронавирус. Мне кажется, это обычная болезнь. Больше раздувают СМИ просто. Китайцев пытаются маленько осадить. Как по мне, это чисто политическое. Люди же умрают. Каждый день умирает в Китае от полтора миллиарда. Если миллион даже умрет, какой ноль, один процент? Я вчера смотрела ролики. Каждый день люди умирают. Роликов таких запугивающих, которые посмотришь, и прям настроение падает. Как люди там на улице падают. Как там паника в магазинах. Я не знаю, правда это или нет. Потому что я смотрю блогера. И развели потом. Люди же все равно, некоторые доверчивые, верят в это, кто живет там. Мне бы, если честно, если бы это случилось в России, мне бы было очень страшно. Наверное, в России. Мы пока никому не нужны. Чего? Мы никому не нужны. А про то, что заболевшие в городах. Ну да, понятное дело, что из этого города Ухань также туристы уезжали. Когда все это началось. Сами люди уезжали. Понятное дело, что кто-то мог из тех, кто болел, выехать за пределы города. Не знаю, надеемся, все будет хорошо. И так все будет хорошо. Людей, конечно, жалко. Сколько этих эпидемий уже были. Эболы всякие там, свиные, птичьи гриппы. Все они потом бесследно куда-то пропадали. Или они просто забывали. Сейчас люди боятся посылки с Китая забирать. Такого доходит, что уже так людей запугали в России, например. Мы забираем посылки свои с Китая. Это вот, я говорю, это политический больше шаг. Получается, как с этим... Потому что это очень сильный удар по экономике Китая. По экономике Китая. Потому что они очень сильно развились. И, как по мне, это их америкосы решили маленько придавить. Но не будем об этом. У тебя зубы? Черные. Я потому что ем нутеллу. Тоже нутеллу съем. У меня уже кофе заканчивается. Следующий вопрос нам задала Катерина К. Какие вы молодцы. Видео супер. Спасибо тебе. У вас есть ребенок? Детей у нас нет. Мы уже много раз отвечали на этот вопрос. Обновили мы кофе себе. Ой, как охота еще съесть нутеллы. Просто слов нет. Мы полбанки уже даже больше съели снежульку. Я знаю. Она очень вкусная. Советую вам тоже себя порадовать нутеллой. Уж очень вкусная. Следующий вопрос. Алэ. Привет, желаю скорейшего выздоровления. Расскажи, служил ли твой муж в армии. Если да, то тяжело ли тебе было ждать его? Да, Костя, служил в армии. Год, получается. Если честно, нет. Мне было несложно его ждать. Мы обиделись. Мы когда только начали встречаться, Костя занимался лыжами, а он часто уезжал в командировки. Командировки так называются? На сборы. На сборы. У меня тоже по месяцу, там по сорвене не бывало. Особенно зимой. Ну, мне кажется, если есть любовь... Мы уже были привыкшие к расстоянию. Вот с кошки бесятся. Если есть любовь, то все можно подождать также. Ну, это зависит от... Расстояние не помеха. От двоих, да, человек уже? Ну, мы виделись раз четыре, наверное. Один раз он приезжал. Несколько раз ко мне Снеган приезжал. Я не так далеко служил. Ну, 300 километров от моего города. Наелся я уже этих блинчиков. Еще немножко осталось. Все ради вас. Кушаем за вас. Со сметанкой тоже вкусно. Но с нутеллой повкуснее будет. Майленочки тоже очень вкусные. Я только сейчас заметил, сзади на нутелле написано «Хороший день начинается с нутеллы». Правда, написано. Проверим сегодня. Карина Шемшидиена вас задает вопрос. Классный вопрос. Сколько зарабатываете на ютубе? У нас монетизация на ютубе подключена на четыре назад, да? Очень мало. Так что можно сказать, что мы еще ничего не заработаем. Кто хочет на этом заработать, тот, мне кажется, не заработает. Надо очень большой, сильный канал. А у нас больше для удовольствия этот канал. И для вас. Как хобби. И для себя потом посмотреть. Интересно. Еще задавали вопрос, будут ли у нас влоги. Будущий бы я, конечно, хотела. Влоги, да, мы планировали, но нам для этого нужно сделать хороший ремонт квартиры, чтобы было интересно смотреть все-таки. Да, мы выставляли видео, мы купили квартиру. У нас осталось два блинчика, да? Один тебе, один мне. Давай доедаем. И будем завершать наше видео. Наш завтрак. Это уже даже не завтрак, а плавный перетекающий обед. Хотя у нас время уже, наверное, обед. Очень вкусно. У меня так наелся. Спасибо, что смотрите наши ролики. Некоторые замечают все там вплоть до секунд. Я вообще удивлен даже, как вы так смотрите наше видео. Это очень приятно. Да, очень. Пишите комментарии, самые популярные комментарии мы также отметим в следующем видео. Ответим на ваши вопросы. Сейчас я поборю этот блин. Мы все блины съели вдвое. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, как уже говорили ранее, самые популярные отметы. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Всем спасибо. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok